здравствуйте друзья у нас на канале гость блогерша красавица белорусская девушка вы прямо из какой-нибудь такой этой пущи нет нет я из минска из минска но могла бы быть и из пущи ну вот я ж говорю там ближе к пущи такой народный народный персонаж вот представляйтесь меня зовут вика я приехала в кремниевую долину два года назад вместе с мужем как водится он у меня программист работает здесь в амазоне я здесь не имею права на работу мои виза речь фо ну и вот два года я без работы пытаясь себя как-то развлечь а грин карту вам делают пока делают мы приехали сюда сначала через бодишопер ипам но через полгода мой муж ушел в другую компанию в амазоне он уже напрямую да он уже напрямую и как раз таки сейчас вернее они почти через полгода они начали делать грин карту и она у нас уже какой-то там фазе то есть горях уже годик в процессе да а что вы будете делать когда получите разрешение на работу сложный вопрос когда я получу программисты все понятно да ну сейчас я как раз таки условно говоря нахожусь в поисках себя у меня есть некоторые некоторые планы но сейчас я подтягиваю английский я хочу занимаюсь в стэнфорде на дополнительном образовании получать как раз таки по съемке видео потому что а есть такие интересы да там полно разных всяких там в стэнфорде прям вот на кампусе да на кампусе это на самом деле я учусь еще и в фут хилл колледже здесь там я брала английский вот в этой четверти пролетела но там я пошла в стэнфорд потому что атмосфера там потрясающая из-за моста ну и как же вы там паркуетесь то а вечером есть место да всегда раз проблем хорошо значит так чем заниматься то будете пока я думаю связать вообще я пиарщик я работала в пиаре и здесь я бы хотела перейти в чар рекрутинг ну мне бы хотелось наверное вот как-то с найм людей не связать друзья дружите дружите с правильными людьми значит это вас там научили на автоаппарат снимать на курсах но на самом деле нет у меня просто есть два канала уже на сегодняшний день у меня есть два канала один канал он был такой пробный я его дело в таком режиме расслабленном два года ему уже почти у меня там обо всем по жизни в америке называется пыжик это моя детская девичья фамилия но по-английски так хорошо вы говорите я попробую набрать пыжик пи-вай и вай вот на этом канале я исследую менталитет американский у меня много интервью ты смотри много интервью с русскоговорящими американцами не рассказывают что они знают культуре и прочее да это я да вы в жизни лучше чем лет конечно вам надо другую картинку это ребята да ну вот я издалека начала что я сначала у меня было правило не там не вкладывать никаких денег в продвижение вообще развития канала после чего за два года этот канал заработал мне почти на камеру я решила их вложить в камеру но у вас 3 миллиона просмотров это не немало да да у меня есть видео которые набирали по 500 тысяч вот я смотрю какие у вас наиболее популярные тут 600 тысяч иностранцы пробуют русскую еду да я на целый настоящий обед я понял это вы как все пошли сейчас у всех пробуют я пробовала разные зачем я тут живу минусы сша это тоже излюбленная тема но я таких не делаю так выжить после холодца и березового сока это тоже хуже нет чем после водки пива так иностранцы русских иностранцы русских иностранцы слушают русскую музыку так 5 плюсов америки иностранец а русских впечатление от америки иностранцы пробуют иностранцы пробуют и вот первое видео без иностранцев это программисты из кремниевой долины 40 тысяч за два месяца да и надо сказать что это и стало поворотом и вообще первым шагом для того чтобы открыть второй канал который я открыла только вчера и надо сказать что там уже вот последнее до того как мы с вами встретились было менее чем за сутки 400 тысяч моих мечтах вы сказали на этом канале они пришли они набрались конечно и я планирую постойте ласточка давайте мы с вами о каналах у вас на этом канале сколько там народу 18 половиной тысяч это уже достаточно большое количество подписчиков чтобы вас каждый день материли называли предателем прислужницы империализма там я не знаю чем еще там значит много дряни всякой много достаточно хорошего тоже хватает то что меня вдохновляет но плохого я тоже как вы боретесь с плохим вы чистите вообще как я хочу сказать этим отличается приличный канал от неприличного на неприличном всякая дрянь остается они это называют типа свободы и там или демократии там или еще что то то есть как бы типа дерьмо и шоколад имеют равное право на существование дай им бог здоровья друзья те кто не отличает дерьмо от шоколада могут ходить туда где не чистят вот а у нас мы чистим но я просто хочу сказать спасибо этим людям которые даже пишут мне гадости потому что я стала совсем по-другому относиться к критике в свой адрес даже такой неадекватный раньше я вступала в полемику сейчас я просто игнорирую удаляю и спасибо вам потому что вы мне помогаете принимать критику спасибо дерьмо она позволяет по-настоящему оценить хороших людей это это за это стоит поблагодарить отдельно ну что же хорошо а что вас вдохновляет вот вы делаете видео как американцы что-нибудь едят из русского ну и чего это фан или это это самореализация такая или вы просто ищите свой путь там в блогинге или чего но это все вместе это и поиск во первых это началось тогда когда я пошла в колледж учиться у меня стало много иностранных одноклассников за которые есть кому скормить да и вообще за ними очень интересно было наблюдать ты понимаешь насколько мы похожи там какой-то не знаю и в то же время есть какие-то сильные отличия и это очень интересно то есть тема вот какого-то иностранного менталитета другой культуры всегда мне было интересно знаете что сегодня хэллоуин да вот там коробочка стоит картонная давайте выберем берите какие-нибудь две шапки сейчас мы оденем вам одну и мне одну там пилотки есть хотите пилотки это ермолка в этом не туда это ермолка так что здесь не религиозная а пилотка но это вам медицинской службы так а там по мне что-нибудь есть еще там какая-нибудь синие сильная пилотка давайте так давайте мы ермолка сюда значит мне летчицкую а вам юридическую юридическую пилотка до продевать это видео дачу конечно хорошо это мы с вами такие будем нарядные вот отлично давайте продолжаем продолжать ну вот менталитет я исследовала кормить но вообще на самом деле очень такой трудозатратная съемка видео такие но интересно а вы еще монтируете конечно не монтирую и субтитры готовлю много времени да ну и короче говоря экспериментировала по-разному делала рассказывала что-то об америке снимала влоги о том чем мы здесь занимаемся как проходят наши дни вот но я буду продолжать вести этот канал зрители вашего в основном белорусские или нет откуда россия но и белоруссию и украина и россия многое но в основном да у меня примерно половина из россии четверть из украины и вот все остальные белоруссия процентов 8 и америка может быть белоруссия еще больше потянутся к вам на канал а вы эту белорусскую мову то разговаривать можете да хорошо так это типа да так хорошо ладно а вот как по-белорусские деньги гроши гроши да хорошо ладно значит все таки хотя бы давно замужем то я замуж вышла почти вот за несколько месяцев до того как сюда переехала но вот вы сможем например не обсуждали такое такой сценарий что пока там суть до дела пока разрешение на работу будет может быть деточку родить деточка подрастет а вот раз потом работа пойдете обсуждали да мама небось говорит внуков давай да маме привет ну мама старается мама смотрит вас конечно как зовут маму ольга владимирна больше девочек хороших давай есть еще девочки брата сколько на меня на полтора года в общем спасибо за дочь ждем внуков хорошо значит а все-таки а какой план вообще вот на жизнь я понимаю что здесь не не рожу там не не хочется в двадцать один год рожать как вы скажем мы свое время там в наше время было да мама у вас моя мама родила мне не рано 27 ну по тем временам по тем временам было не так не так рано ну хорошо значит но все-таки ну не сорок же рожать вот как когда надо деточку заводить да вот ну когда готов когда хочется когда вот вы как бы не по годам мудро высказываетесь да очень мудро конечно когда готов когда хочется это очень важно это очень очень важно молодец молодец значит ну хорошо а вот это вот положение человека на each for когда вы живете вдвоем на одну зарплату тяжело выживать вот здесь все таки даже если хорошая зарплата даже если ваш муж получал бы там 150 170 тысяч но все равно когда надо там за ту бедрум какой-нибудь платить там три штуки с половиной как жить вообще ну надо сказать что у нас вообще два ну две отдельные истории до и после перехода в амазон там конечно нам хватало тык впритык скажем так и сложно было ну сложно достаточно потому что пол зарплаты уходила на съем жилья то есть наипамовские вот эти денежки вот после того как муж поменял работу у меня зарплата выросла значительно поэтому сейчас ну скажем так может быть и значительно лучше могли может можно покупать яхты но нам хватает но я думаю что на яхту не хватает я говорю что может быть еще дешевые яхты но мне кажется самая большая сложность а когда ты по эйдж в виде это какой-то как сказать не впасть депрессию потому что там ты имел работу здесь ты приезжаешь и не понимаешь какая-то какое сообщество таких вот кукушек которые сидят там может быть с детками а может вообще без деток купов у или куку, мне кажется здесь здесь сообщества по эйзбуке знаете того, вы ходите, девчонки БЭР? ну я там состою я могу сказать что там много достаточно хороших советов и помощи, но не стоит только жить вот этими советами. Ну, если меня бы спросили о совете о том, как человеку здесь, в основном это жене, которая находится на H4, наверное, нужно просто находить себе занятие, стараться с первых дней в колледж идти. А я извиняюсь, мужем-то заниматься кто-то должен? Конечно, домашними делами тоже, но и все люди разные, не знаю, кому-то достаточно и домашними делами. А вот ваш муж приходит домой, и он там на работе думал, думал, у него что-то там кипит, бурлит. Он вас видит или насквозь смотрит? Видит, конечно. А то никто, говорит, вообще не видит. Я не могу сказать, что мой муж перенапрягается на работе. Мне кажется, что это какая-то легенда о том, что здесь такие супер все трудоголики, что просто умирают на работе. Хорошо, что ваш муж делает вне работы? Может, он в теннис играет, может быть, вы в бассейн ходите? Он занимается йогой, скалолазанием, зимой он занимается сноубордом. Ничего себе, слушайте, так он живет, можно сказать, полноценной жизнью, хоть и программист. Мне кажется, здесь все так живут. Кто-то занимается, вот как они называются, эти доски на океане плавают. Да, да, конечно, конечно. Берешь доску и... Ну, кто-то хайкает, вот ходит кто-то еще, что-то здесь достаточно. Хорошо быть молодым-то, свободным пока еще от деток там. Хотя некоторые с детками берут трехнедельного и пошел. Вот, да, у нас, мне кажется, у нас есть друзья, у которых ребенка чуть больше двух месяцев, и они уже с ним посетили три страны. Отсюда. Обгуливать свой отпуск. Поубывав бы. Ну, вот они такие, все нормально. Да, я не знаю, слава богу, все нормально, не дай бог чего, потом все непростишь. Я не знаю, я человек такой консервативный в этом смысле, детки, детками надо так как-то, с ними бережно надо. Знаете, вот для вас все игрушка, а это же человек живой. Так они его в самолет, он когда маленький, они его положили в люльку, там специально в самолете люлька положили, он спит. Вот мы сейчас летели в самолете, и там, значит, вышли из самолета с насморком, Света моя простудилась, потому что там этот один чихнул, дальше вся эта система разнесла по всему самолету, понимаете, а тут ребенок маленький. Иммунитет. Ну, короче, да. Ладно, хорошо, понял. Так, вот если бы вы, например, сейчас были в Минске, и пошли бы там, я не знаю, ну, куда-нибудь пошли, в магазин, вы бы на себя больше всякого этого сделали, вот этого мейкапа, чем сейчас, например. Потому что вы сейчас, как бы, такая минималистская такая. Да. Ну, на самом деле, нет. Разница между там и здесь, вот в этом смысле? Да. Какая? Ну, на самом деле, наверное, нет. Я вообще в целом притержусь того, что макияж хорошо, но когда он не особо заметен, подчеркивает. А говорят, вот люди там ведро, девочка пойдет выносить мусорное на улицу и полчаса макияж делает. Ну, я могу сказать, вот относительно себя, да, у меня немножко стиль одежды поменялся здесь. Я не могу сказать о макияже. Рассказывайте. Рассказывайте. стиль одежды мне поменялся. У меня сейчас среди обуви одни кеды, кроссовки и вот это все, и джинсы. Потому что летние. Ну, это тоже, но у меня нету там каких-то туфелек на каблучке, вот сейчас не стало. Ну, может быть, потому что я не работаю, это раз. Потому что все-таки, я жила до того, как сюда переехала, я жила три года в Москве, там я с мужем познакомилась. Ну, и в Минске, ну, соответственно, тоже там. А в Москве наряжаются? Да, но, ну, то есть у меня там, я в гардеробе, у меня было больше каких-то платьюшек, туфелек, вот таких вещей. А в Москве, например, или там по сравнению, скажем, Минск, Москва и вот Кремниевая долина, какое-то внимание, вот, отличается, вот девушка, она идет, и она же чувствует внимание. Недавно как раз снимала видео, похоже, затрагивала эту тему. Действительно, я недавно, вот месяц-полтора назад, я была в Минске и в Москве. И, действительно, меньше проявляют мужчины внимания вот именно такого открытого, то есть там, не глазеют до упора, ну. А там шеплеводио будет? Ну, разные бывают, да, и знакомятся как-то активнее там, на улице. А здесь тоже знакомятся? Со мной знакомились, может быть, за все время, два раза, вот, в колледже, но. А, не, ну, колледж это, колледж это другое. А так вот на улице, например. Да, а как вот на улице? Вот я в машину села, поехала. Ну, вышла, пошла по Стэнфорд-шоппинг-центру, идешь по магазину. Ну, не знаю, со мной никто не знает. Девушка, что вы сегодня вечером делаете? Ну, со мной никто не знает. А в Москве? Ну, в Москве, да, действительно, как-то проще. А что, на что подходят, или как там улыбаются, или как они знакомятся? Ну, подходят, там, где-то в кафе, что-то пытаются как-то завести знакомство. Так, разрешите вас угостить. Ну, если честно, я в этот раз ездила, в основном сидела в Минске на даче, так. Или там, где-то вот с друзьями, ну, то есть, не было. Ты вообще замужем, какие мне знакомства? Ну, как-то да, проявлять, проявляют. Окей, ну, хорошо, ладно. Да. Но сейчас нет вот такого назойливого знакомства, вот так, чтобы к тебе приставали и думать, блин, ну, ну, наверное, оно все-таки есть. И по сравнению с этим, его можно назвать назойливым. Но, например, по сравнению с каким-нибудь турецкими мужчинами, ой, ой, на пляжах в Турции, где я, кстати, никогда не была. А, не по рассказу. вы рассказывали. Я думаю, что там не такое. Ну, хорошо. Ладно, эту тему мы, эту тему мы осветили. Вы видели что-нибудь в Америке, кроме Кремниевой долины? Путешествовали, может, куда-нибудь ездили? В Техас, там, я не знаю, в Нью-Йорк? Да, я вообще, 7 лет назад, я была в Америке первый раз по программе Борган Тревел, как водится. И тогда я прожила 4 месяца в Нью-Йорке. Как там? Понравилось? Да, ну, поскольку я вот такой житель больших городов, то, да, мне там очень понравилось, душновато, правда, летом, но, в целом, такая вот энергетика, и все вот это мне нравится. Потом, помимо этого, ну, мы еще были в прошлом году, или когда-то там, с мужем тоже там. Потом мы летали в Чикаго не так давно, там, может, 3 месяца назад, а, на 4 июля, вроде бы. Да, да. А потом мы, конечно же, были во всех близлежащих этих национальных парках, мы были в Сиэтле. Что классно, допустим, человек едет в Америку, не знаю, на 2 недели. Да. Вот из того, что увидели, что бы вы сказали, надо обязательно посмотреть? Безусловно, надо ехать вот в Калифорнию, и вот во все это. Как бы Нью-Йорк, он тоже хорош, там тоже есть и рядышком водопады, и все это. Но вот здесь... Калифорния и все что? Ну, и дальше, мне кажется, до Еллу-Стонна надо ехать. Это пар такой, да? Да. И там, и в Долину Смерти, и Гранд Каньон, и Можные Классы. А что там в Долине Смерти? Что там? Мне там очень нравится. Вот у меня муж тоже говорит, ничего такого. В пустыне и пустыня? Ну, все равно. Надо, ну, не в одну пустыню, а вот ехать таким большим кругом, путешествовать. Там безумно сильно меняется картинка. Вот это разнообразие, это и есть. А вот в наше местность, например, какой-нибудь там 17-month drive, например, вы ездили? Да. Понравилось? Ну, да. Но Гранд Каньон меня впечатлил. А какие рестораны вы с мужем любите? Куда любите покушать, сходить? Честно говоря, мы как-то все больше дома едим. Ну, раз в недельку мы выходим. Да, куда любите сходить? Муж любит либо Медитерриан, вот эту греческую, да. Хорошо. Либо, ну, вообще он любит рыбные, вот эти все вещи. Ребята, я вас, я с вами. Да? Да, я тоже очень люблю и японскую, и Медитерриан. Недавно мы ходили в мексиканский, нам посоветовали, мои одноклассники мексиканцы. Ну, что-то не оценили. Курицу в шоколаде ели. Это называется моли, блюдо такое у них. Что-то мне, это, как-то показалось странным. У меня мексиканское не так сильно. Знаете, там очень много такого калорийного, ужас. Хотя, а вы в мексиканский магазин и хотели какая-нибудь? Нет. Ой, да вы что, если пойти в мексиканский магазин, снимите там сюжет, они вашим зрителям понравятся. Значит, вот у нас есть ближайший, знаете, где, где улица Рэнгстерф пересекает железнодорожные пути. И вот там, прямо перед железнодорожными путями, слева, там есть мексиканский магазин, не знаю, как называется, раньше он назывался Мипуэбло, а потом как-то его перекупили, в общем, там, друг, вот туда сходите. Мексиканский магазин, идите сразу в молочку. Там сметаны, сортов 10, вы все перепробуйте, там дают пробовать. Вы захотите взять все 10, я вам обещаю. Там сыры, вам дадут все перепробовать. Вы будете кусочками, вы скажете, блин, хочется унести все, но невозможно. Так вы сыры, сыры видите, сыры. Все, вот, и заодно снимите на видео, и они вас обласкают взглядом, они будут так радоваться. Вы возьмете кусочек, и вы говорите, аммм, амм, амм, ам, вот, и вот такой, что вы, что вы, это надо освоить обязательно. То есть, буррито, кушать, может, не надо, а вот это просто, просто потрясающе. Сметанка. Здесь, если вы в русский магазин пойдете, там сметана продается, но это канадская. Да. Говорят, я не могу утверждать, но говорят, что это мексиканская, просто они ее маркетируют, как канадскую. Но, я хочу сказать, что мексиканская сметанка обалденная. Да? Да, это, это вещь. Я помню, Минск, вот, те, ну, моей молодости, вот, я был в вашем возрасте, там была сметана, в ней ложка стояла. Знаете, я вот приезжал в командировку, там, на заводе, столовая была, а я еще, я не знаю, почему, я туда еще ложку с сахаром, чайным бросил. А ложка стояла в сметане, в Москве она выпадала, потому что она жидковатая была. А тут прям... Ну, как сейчас сметана-то? Да, вроде все хорошо, я слышу постоянно хвалебные отзывы, особенно россиян, по поводу белорусских продуктов. Селедочку. И наших креветок. Селедочку. Белорусские. Креветки вы там выращиваете где-нибудь. У нас в Минском море плавают. Я думал, что в Западной Двине у вас. Нет. Ну что, и там бук у вас, да, течет? Бук, да. Вот, все, значит, там и креветки. Где бук, там и креветки. Ну что, друзья, давайте мы вот что сделаем. Значит, один канал у вас, я понял, пыжик, да, а второй? А второй называется Прогблог ТВ. Прогб, по-русски так? Нет, по-английски. По-английски. Прогблог ТВ. А в чем смысл-то? Встреча с программистами или блог для программистов, или для тех, кто хочет быть программистом, или вообще, вот, как вы видите аудиторию? я, вообще, на мой взгляд, вот, то, как я его вижу, это будет нечто уникальное, потому что я исследовала вот такой YouTube вот, и поняла, что там есть видео обучающие о том, как писать, как что-то там делать, а я хочу рассказать, показать то, как устроена IT-сфера здесь, и дать много полезной информации для программистов. В разговорах с людьми, в этой индустрии. Да, я не программист, я филолог, поэтому я могу разговаривать, задавать вопросы, правильные вопросы мне поможет составлять мой муж, он программист, и там я планирую много интервью с программистами, естественно, с HR-ами, с предпринимателями, с инвесторами, с адвокатами иммиграционными. Это интересно, я, конечно, не вижу там какой-то взрывной такой аудитории, громадной. Но это нишевая. Но это нишевая, это нишевая, и вы можете в этой нише занять очень хорошее положение достойное, потому что я не вижу конкуренции пока никакой. Да, да. Я хочу сделать видеоэкскурсии по известным офисам. И тем более, если вы человек сама не программистский, у вас есть возможность заинтересовать людей, которые тоже не программисты, чтобы они смотрели. Потому что, если бы вы были сами такой теки-теки, и разговаривали бы с теки-теки, на языке, теки-теки, то вас смотрели бы только теки-теки. То есть, никто практически. Вот. А так, все-таки, вы человек со стороны, и вы, когда разговариваете с ними, вы все-таки перспективу даете более широкую. То есть, для людей, которые вот... Я надеюсь. Ну, да, я это вижу так. Естественным образом произойдет. Вы же не будете программирование учиться. Да. Вот. Поэтому, что, нормально. Друзья, значит, мы, Викторию, да, Виктория? Я же не привык. Мы, Викторию, друзья, просто так не отпустим. В смысле, мы, конечно, отпустим. У нее, тем более, муж есть. Танцеватель. Я в том смысле, что она еще к нам придет. Правильно? Будете приходить? Да, конечно. Все. Я вас специально приглашаю с супругом к нам на дачу. Спасибо. Вот. Мы обычно там по субботам и по воскресеньям. Поэтому, вот, приезжайте, мы пойдем гулять и там где-нибудь перекусим вкусно. Но, существенно поболтать. Потому что, на самом деле, я не дал себе возможности потрепаться, потому что мы снимали видео. Виктория для себя снимала, я для себя. вот этот сюжет и хотелось поболтать очень о многом. И я думаю, что мы вас еще порадуем нашими встречами. Я, знаете, что думаю? Мне очень хочется вас познакомить с Мариной Могилко. Познакомь. Потому что вы обе такие молоденькие, такие красивенькие. Вот. И, как это сказать, когда ты старше становишься, я вот хочу ребятам, которые нас смотрят, объяснить. Когда ты становишься старше, очень важно видеть, что, вот, когда поколение одно уходит, другое подходит, третье подходит, и так далее. Когда какое-то поколение позиции начинает потихоньку отдавать, есть кому отдавать. Понимаете? Поэтому есть кому прийти на смену, есть какой-то такой молодняк, который вот возьмет и не уронит. Понимаете? Вот это очень важно видеть, вот людям, которые постарше, очень важно видеть, что есть правильный молодняк. Поэтому я вот в этом смысле вот на вас смотрю и тихо радуюсь. Спасибо. И Марина тоже такая девочка очень, мне кажется, вы знаете Марину, да? Да, я смотрю. Она самостоятельная, помимо того, что красивая, там и все такое, но она и умница, и там, и миллионы всяких вещей есть замечательных, там и на языках разных говорит, и бизнес там у нее, и такая вот, и балетом там, и чем угодно занималась. Поэтому есть смена хорошая, вот мы, значит, будем так по ходу дела со сменой вас знакомить. Давайте мы так помашем ручкой, значит, вы правый, а я левый, так вот помашем и скажем пока. Пока. Я хотела это показать. Вы мне справа и слева. Нормально, нормально. Либо армия и чайник.